городской парк курортный в есентуках зимой дивно дивный просто птиц очень много сойки синицы белки прыгают на деревьях громадная территория я уже говорила что разбит был парк при графе воронцове который повелел эти болота сушить и солдаты тысячи тысячи деревьев сотни тысяч деревьев посадили своими руками и вот это осушенное болото превратилось в цветущий парк широколиственных деревьев в основном лиственных и вот одно из украшений этого парка водолечебница николаева царя николая императора имя царя николая носит до сих пор николаевские ванны точнее в плане своем напоминает квадрат а в центре круглая возвышающая часть это и собственно ванны кабинеты по периметру галереи из которых можно попадать в эти кабинеты стиле смешанным построена лечебница в 1915 году но здесь царя не был никогда хотя построено все с размахом комната отдыха широкие окна внутри много тоже скульптуры колонны украшают помещение мебель сохранила старинная но здесь вот внешняя часть тоже украшена колоннами с пилястрами портик колоннады в центре во дворе перед главным входом вот такие прекрасные скульптуры цветники скульптуры греческих героев вот цветники это все в январе необыкновенно просто столько воздуха столько счастья просто радость видеть это все каждый день сейчас я иду на процедуры николаевские ванны в висентуках вот это основное здание с лечебницами от кабинеты круглая центре а по бокам вот такие галереи вот скульптура подарья очень много здесь скульптур и старинных предметов мебели даже щеколды на дверях ручки все это плитка все это сохранилось с царских времен с 1915 года комната отдыха в николаевских ваннах здесь после процедур можно отдохнуть и так и было для светской знати когда с полным после процедур барышни и господа приходили здесь отдыхать вот такая квадратная комната с высокими потолками с вензелем куда-то натрия как краски минеральные воды воздушная светлые ванная комната в николаевских ваннах в курортном парке висентуков вот такая вот большая комната